Всем лайтового денёчка или вечерочка, с вами я Лайдер и на меня бежит Раптор. Блин. Ладно, у меня есть транквилизирующие стрелы, так что то, что он на нас бежит, это нам только на руку. Давайте его сейчас приручим. У меня хоть и есть болос, но болос, как вы понимаете, сейчас использовать просто безболезно, потому что если я встану, то он меня тупо загрызёт вот так вот в мгновение ока. Поэтому сейчас просто ему будем вот так вот в мордасу настреливать, и рано или поздно он ляжет. Ты куда? Чего? Почему он ляжет? Эу, молодой человек. Ага. Так, значит ему осталось где-то 2-3 стрелы, может даже одна. Сейчас проверим, сейчас посмотрим. И он лёг с одной стрелой, шикарно. Так, еда у меня. Она отсутствует. Ладно, о, теперь еда присутствует. Диолфазаврики. Давайте мыть попу. Такс, минус 1. Меня харкнули. Сейчас будет минус 2. Ух-ту, 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 ух-ту. Сейчас ещё. Не хватало, чтобы меня этот диолфазавр просто убил. Это зараз 95-й сильный. И мега пираник, который я просто ненавижу. Ставьте лайк, если вы тоже их терпеть не можете. О, ещё один. Сейчас мои тебе тоже хлопну. Такс, отлично. Теперь у меня мяса будет достаточное, я думаю, чтобы приручить этого велоцераптора. Рапторы, это как по мне, очень шикарные существа. Но только на начале, на их стадиях игры, потому что рано или поздно у вас появится жабка. А жабка это фан-главчик мой, по 3% приручается. Я думаю, интернет-пенализатор понадобится. Сейчас ещё одного лопну. Красивый, но... О, почему он от меня убегал? У него что, оглушение, что ли? Или почему? Ну, если знаете, то гоу в комменты, объясните, потому что я немножечко not understand, какого фига он от меня бежит. Потому что, ну, раньше они тоже лезли в бой, а это просто до свидос. Такс, ага, тут у меня транквилизаторов нет. Ну ладно, хотя бы подобрали свои манатки, и теперь уже можно побежать. Вот. И создать себе парочку транквилизаторов. Вот. Также, как вы помните, в прошлом видео я вас просила, чтобы вы написали имена для некоторых моих существ. Как раз таки сейчас я оглашу, так сказать. Вот. Сразу же говорю, эти имена мне очень понравились. Давайте первого назовём нашего Рекса. Ну что, Рекс, готов к получению нового имени, а? Ну шо, теперь ты больше не тираннозавр, Рекс. Вот уже сто процентов. Я нарекаю тебя, о меликий мой тираннозавр, в Семёна. Это имя от Юлии Рыжковой, за что респектую прям, спасибо. Имя ему очень подходит, очень ему к лицу. Теперь у меня есть Терекс Семёнов. А также от Магомеда мне поступило имя для корнотавра Пятнистый. Я тут же просто, мне настолько понравилось это имя, оно просто шикарно. Потому что я ещё смотрела однажды фильм под названием Тербозавр. И там как бы тоже главного героя звали Пятнистый. И блин, я обожала этот фильм. И тут такой Пятнистый, и я такой, господи, это просто шикарно имя. В общем, спасибо тебе, Магомед. Я тебя респектую, уважаю. Прям лайкость тебе жёсткий ставлю. Давайте мы ещё сейчас нашему Пятнистому прибавим здоровье. А теперь уже можно и перейти к кое-чему другому. Господи. Так, стоп. О, погодите. Мне кто-то побежал. Начало надо взять нам наши транквилизаторы, чтобы наш Раптор как бы, ну, рано не просыпался раньше времени. Вот. Так, тут корнотавр. Какой у тебя уровень, кстати? Какой у тебя уровень, зараза? М? О, тридцатый! И самец! Господи, ты идеален! Ещё такая раскраска прекрасная. Сейчас попробуем его сейчас приручить. Усыпить мы его 100% усыпим, потому что стрел у меня более чем хватает. Первый выстрел в ромах. Я не утеплён. Но окей. Такс, попадание. Блин, блин, он на Крабанемисе садился, зараза. О, Дедекурус тоже идёт в атаку. Окей, сейчас влепим в него ещё парочку стрел и надо его спасать, потому что, блин, такой корнотавр терять я его вообще не хочу. Первым давайте устранить Дедекурус, потому что он составляет намного больше опасности, чем Крабанемис. Вот. Такс. Сейчас самое главное, что Дедекурус у нас спрятался. Всё. Считайте минус один, по нему урону не проходит. И теперь надо ещё хлопнуть Крабанемиса, что, в принципе, без труда. Крабанемисов я уже щёлкаю, как орешки. А теперь у нас фундук, а именно корнотавр. В воде они прям хреновые пловцы, поэтому это нам только на руку, если они сейчас будут вот так вот себя вести. Сейчас мы его просто без проблем сможем усыпить. Ты, наверное, очень умный. Да. Кронотавр, конечно. Ты щайк, ё, блин. Ну, ладно. Ещё, блин, согрелся на пипку какую-то. О, всё, всё, всё. Он побежал? Да, всё, он побежал. Так, сейчас самое главное его... Блин. Так, ну, ладно. Как тут у нас Раптор? Раптор у нас прекрасный. Собственно говоря, давайте сейчас мы его... покормим. Собственно говоря, раппеливаторами, потому что в душе у него, как-то сказать, фас. Кто меня бьёт. Так, вы были отравлены... Это эти, что ли, бельмени? Стрихозы? Аааа. Ага. Ну ладно. Хитин нам всё-таки понадобится. Потому что хитина всегда мало, хитина всегда надо много. Поэтому давайте мы сейчас их быстренько... по-моему, пятую точечку. Всё, готово. Всё, готово. Вроде бы да. Такс. И ещё нам по одному хитину всего лишь. Ладно, это печально, это печально. Так, трайк нам не нужен. Такс. Ах да. С этими гицитрикозами, блин, забыл его покормить транквилизаторами. Поэтому кормим. Всё. Достаточно тебе. Так, теперь давайте проведаем нашего корнотавра. Я надеюсь, его не схавал никто. Опа. Фиомия. Иди-ка ты сюда. Разделываем. Ваги немножечко с анвентарём. И с текстурами тоже. Но это всё-таки арка, это для него обычное дело. Так. А где корнотавр? Он же тут был. Блин. Только не говорите, что я его паракакал. Не надо мне такого говорить. Окей. Переменсимся в другое место. А точнее, карбанэмиссу. Да. Такс. Ну неужели он, блин, реально пропал? Блин. Печалька, обидка. Может сейчас где-то вот... Вот он тут ведь был. Тут нигде нет. Видимо, его или пирамид сожрали, либо он просто задохнулся, потому что я его по делу спил. Ситуация, конечно, полдное дно. Ну, что поделаешь. Дудушки бегают. А корнотавр просто магическим образом исчезает. Мда. Очень-очень печально. Ну что, раптор, ты там как поживаешь? А он поживает у нас просто прекрасно. Я, как вы видите, переночевал. Вот. Проручения у него практически пуловые. Чего? Ооо, плюс 42 уровня. Эээ, забейте. Это просто шикарно. Опять эта муха, блин, предстала. Солдат этот дурацкий. Спасибо еще раз за хитин. О, карбонегис. На тебе. Так, так, так. Мне кажется, потому что... Мне кажется, электкарбонегисы они получают... Я его даже усыпил серьезно. У меня настолько сильные удары. Наверное, даже бита будет послабее, чем если я буду киркой бить. Ну ладно. Так, разделываем тебя. Всех разделали. Можно побежать. Надо еще, мне кажется, подкрафтить вещей наших. И все-таки, может где-нибудь я его... Не потеряла своего каренатабра. Вдруг он где-то тут. Пожалуйста. Окажись где-нибудь тут. Неужели тебя нигде нету? Ай. А тут досада печалька. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы, собственно говоря, попробуем его свистнуть. Если вдруг он сможет... Нет, он не приручился. И никто не слышал мой свист. Видимо, он реально вдохнулся. Или что-нибудь еще. Дилофазаврик минусом. Кстати, ловите тактику. Если просто идти на Дилофазавра, он даже харкнуть вас не сможет. Это вот топ-тактика, которую я выработал за все свое... Не особо долгое время, когда я играл в арк. Вот. И я эту фишку просек только недавно. Я просто теперь могу абсолютно любого, хоть у Дилофазавра будет 1000 хп, я его могу легко убить такой вот тактикой. Ну ладно. Потому что он отлетает. И как бы у него... Чтобы он харкнул, должна пройти... Ладно, не расслабляемся тут... Тьфу, да какой тиранозавр. Спинозавр, надо его по-бырненькому убить. Уровень мне нужен. Что-то он какой-то странный. А, ну да. Пиранье важнее, чем у какой-то человек, который по тебе стреляет из супернавороченного арбалета. Какие же здесь умные динозавры, а? Все. У него походу лоу хп, он от меня уже убегает. Стоять, вы арестованы. Убежал Тарас. Я за ним. Мне нужен уровень. Иди сюда. Стоп, а где он? ДХД. Зараза такая, ты мелкая. Ну, мелкая, потому что, ну, кто у него, ну, хрен да ни хрена. У спинозавра, в принципе, какие-то проблемы. Потому что, ну, блин. Он как будто бы получил суперскорость, не знает, как ей пользоваться. И его просто максимально сильно шакалит. Если честно, мне просто спинозавр максимально бесит. Я сейчас вкакал абсолютно все патроны, потому что он как Нео уворачивается. Но, ладно. Опа, где фазаврик. Сейчас мы его тоже по-быльненькому зарубим. Так. Побежали теперь. Опа. Тот самый ТТ-курус. Окей. Так, ладно. Как там у нас раптор поживает? Давайте посмотрим. Надеюсь, ты уже скоро приучишься. Ну, практически, да. Совсем чуть-чуть ему осталось. Да, последний раз он сейчас покушает. И, собственно говоря, он сейчас будет мой. Почему вот эти траки, они все светятся красно? Они типа альфа-чи что ли? Или как? Ну, вроде бы это не альфа, потому что я смотрела через подзорную трубу с вот таким вот выпуклостями и вот этим вот газом. И это не был альфа, типа, может быть, это усиленный с тайным экстинктом. Я не знаю. Также вот напишите мне в комментарии, что обозначает вот это вот красное свечение. Потому что это не альфа-ч. Как бы сразу же столько альфа-чей. Ну, это бред. Поэтому помогите мне, потому что я еще многого не понимаю в арке. И мне нужна помощь, чтобы понять вот это вот все. И чтобы, в принципе, я не был таким слепым котенком, которому надо все объяснять. Так, давайте сейчас возьмем кожу и волокно для седла на раптора. Так, я хочу похавать. Сейчас мы это быстренько сделаем. Так, давайте съедим ягодки. Покушаем их. И перейдем к десерту под названием жарное мясо. Так, все. Давайте еще поедим вот этого вот. Все, мы похавали. Нам вкусно, нам хорошо, нам прекрасно. Теперь можно заняться седлом. Что для тебя надо? Где ты вообще есть? Вот оно. Такс. Ну да, 20 дерева. Окей, топор у нас есть в инвентаре. Да не ты. Такс. Теперь, теперь, теперь. Где наш топор? Вот он, наш топор. Можно рубить дерево. И сейчас, собственно говоря, мы оседлаем нашего раптора. Я вот обожаю этих существ, потому что мы... На ранних этапах игры они мне очень сильно помогали. Это просто шикарно, если... В общем, если уж приручать рапторов, то лучше всего их приручать много. Потому что они и защиту будут делать, и яйца у них очень питательные, и плюс баф от сердечек, тогда, когда они влюблены. Поэтому, если их работать команды, стаи, 3-4 штуки, как вот у меня, то это прям будет нагибать очень сильно. То есть, охрана будет реально хорошая, и если поставить на агрессию, и когда кого-нибудь ударят, вот, то это просто капец. Так, делал фазарвар еще один. Делфазар, конечно, неприятно, но я уже научусь разобраться. Так, делал фазарвар, как мог бы ее премьер-поманать, но зато, когда ее убьешь, получишь фактически ничего, зато огромный гордый за себя. Так, раптор у нас приручен, 145 уровень, шикарно. Так, ну что, седла им его, собственно говоря, вот тебе седло, красиво выглядит. Прямо краска у него очень шикарная. И сегодня я озвучил вам имя для, естественно, Корнотавра и Рекса. Теперь же давайте вынапишем свое имя для вот этого вот раптора. Мне кажется, ему подошло по-моему, он не найдет, но вы же выбирайте сами, потому что, ну, я бы хотела, чтобы конкретно подрубить акцию на моем канале. Мне это очень помогает, мне это очень приятно, потому что, да, все, давайте тут под всем. Ну, собственно говоря, если вам понравились видео, то давайте подписывайтесь. Вот, и всем потом, девочка-девочка, и до свидос.